Здравствуйте! Это передача «Будьте здоровы!» Я ее ведущий доктор Левитин и у нас в гостях Occupational Therapist Виктория Прудей. Виктория – специалист, я бы сказал, по оптимизации социальной, эмоциональной и академической адаптации и развития ребенка. В прошлой программе мы говорили о технических факторах, которые влияют на развитие ребенка, такие, как раннее представление к компьютерам, к телевизору, к видеогеймсам, играм и прочее. А сегодня мы поговорим больше о социальных факторах, которые влияют на детское развитие. Потому что не только технологии влияют. Как влияют социальные факторы и воспитание? Да. Опять же, вот мы говорили в прошлой программе о проблемах детей. И когда родители ко мне обращаются, помогите мне с ребенком. Первое, кому я должна помочь, это родителям. Понять, как правильно воспитать ребенка, для того, чтобы какие-то маленькие вещи, которые маленькие проблемки, не переросли во что-то более серьезное. И вот частью моей работы – это ходить из дома в дом, делать обследование и направлять родителей. И я очень много всего увидела в домах, когда я прихожу и вижу, как дети себя ведут, что дети делают. И для меня много всего – это большой сюрприз. Значит, одна из вещей, которые мы видим все больше и больше, это то, что родители берут ответственность за счастье своих детей. Ну, я считаю, что это правильно. Конечно, мы правы, сто процентов. И для этого и уезжали. Конечно. Но проблема в том, что мы хотим, чтобы они были счастливы в будущем. Ну, естественно. Да. Но мы хотим, чтобы они были счастливы сейчас тоже. Теперь при всех наших наилучших желаниях сделать их счастливыми, где-то мы, наоборот, делаем их более несчастными. И я объясню, где. Например, скажем, когда я была ребенком. Мне бы, наверное, в голову не пришло подойти к моей маме и сказать «I am bored», мне скучно. Правильно? Я знала, что это моя собственная ответственность. Спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Я понимала, что мама мне дашь швабру, и тогда мне будет совсем не борт. Поэтому я сама училась себя занимать. Теперь что происходит у нас с сегодняшними детьми? Мама, мне скучно. И мы начинаем. И мы начинаем танцевать. Теперь у этого есть очень долгие последствия. Что значит, если ребенок в 5, в 6, в 7, в 10 лет не может себя занять? Что значит, что ребенок считает, что мы ответственны за его счастье? Это одна из причин, по которым сейчас много и много исследований идет на эту тему. Что, во-первых, мы взяли на себя полную ответственность. А во-вторых, мы нашим детям показали имидж того, что жизнь — это такой один фан. И мы только делаем фан целыми днями. Впечатление, что полное счастье будет впереди. Да, и мы им пообещали, что будет такой фан у тебя в жизни. Теперь, если походить по дамам, немножко посмотреть, что происходит. У нас два мира. Один мир родителей, второй мир детей. И там только один фан. У нас дети не помогают дома. У нас дети не разбирают свои ланчбоксы. У нас дети считают, что все должно даваться им. Теперь проблема в том... Ну бы не было бы проблемы, если бы все было так здорово в жизни. Проблема в том, что когда ребенок попадает в реальную жизнь, реальность, она совсем другая. И также ребенок теряет уважение к своим родителям, потому что... И ценность ко всему тому, что он получает. Теперь неужели это... Я вот все время об этом думаю, и оно как-то страшно. У наших детей есть все, но им все равно скучно. А им скучно, потому что у них есть чрезмерно всего. Теперь вот эта проблема с тем, что у нас постоянный фан. Дело в том, что нервную систему надо обучать делать скучную, монотонную, неинтересную работу, потому что это фундамент для будущей обучаемости. Теперь в нашем бывшем Советском Союзе ребенок, скажем, в пять лет, он стоял в очереди, за продуктами, он ждал автобуса, он ждал троллейбуса, от него ожидалось, что он самостоятельно будет одеваться, раздеваться и прочее. Носить ключ на груди. Носить ключ, приходить домой. Разогревать себе еду. Теперь посмотрите на наших пятилетних детей. Ну не в пять, но в семь будем считать. Они не в состоянии собрать два носка и найти пару. Почему? Боринг, скучно. Возьми, поставь тарелочку в раковину. Нет, я не буду это делать. Теперь мы где-то решили, что потому что, может быть, у нас было более тяжелое детство, мы хотим детям дать свое счастье, правильно, чтобы они были счастливы. Проблема, они попадают в реальную жизнь, а там надо работать, а фундамента нету. Почему? Потому что мы пообещали фан, а оказалось, тут не фан, тут тяжелый труд. Даже несмотря на то, что канадская система, она очень стимулирующая и очень позитивная. И да, старается все делать в более игровой форме, но даже там детям сложно. Поэтому эти два фактора очень сильно влияют на нервную систему и на умение нервной системе себя саморегулировать и себя, и функционировать под скукой. Теперь другая большая проблема. Это в том, что у нас дети немножко стали богами. Мы их куда-то на пьедестал туда подняли и молимся с утра до вечера. Это огромнейшая проблема. В реальной жизни все не так. Чтобы попасть на тот пьедестал, как надо тяжело работать. Теперь что получается? Ко мне приходят клиенты. И, например, первое, что я спрашиваю, во сколько ложится спать ваш ребенок? Виктория. Во сколько хочет? До 12 часов. Не хочет спать. Я говорю, что вы делаете по этому полу? Что я должна делать? Но он же не хочет спать. Виктория. Окей. А что, например, с едой у вас? Фрукты, овощи он ест? Ой, вы что? Макароны с сыром, бэгл с кримчизом любит. Иногда пиццу. Но там же овощи есть, да? Вот это он... А что же с овощами? Виктория. Он не любит овощей. Понимаете, как далеко мы ушли? Да. То есть мы прочитали в умных книжках, что написано, что ребенку надо дать контроль. Свободу. Свободу. Но мы дали эту свободу совершенно не в правильных местах. У ребенка должен быть режим. Ребенок должен знать, в какое время он ложится спать. Независимо от того, устал он или не устал, хочет он спать, не хочет. Есть режим, есть расписание. Дисциплина. Есть дисциплина. Поэтому что получилось? Опять же, мы нашим детям нарисовали такую шикарную картину жизни. Во-первых, что ты делаешь только то, что ты хочешь и когда ты хочешь. Ну, я бы хотел быть адвокатом дьявола. Давайте. Я хочу спросить. Вот дети, которые вот настолько нефункциональны и прочее, они уже были, я бы сказал, это не только сейчас. А за это, предположим, 20-летний феномен. Но из этих детей вырастаются вполне нормальные, высокофункциональные взрослые. А есть, например, культуры, где очень все регламентировано. Но в этих структур, в этой структуризации теряется талант, теряется творчество. Вот парадокс в том, что из этой совершенно не структурированной среды, совершенно непонятных детей вырастает generation Y. Теперь, смотрите, мы еще не знаем, что вырастет из вот конкретно этой generation. Эти дети, про которых я говорю... Millennials вырастают сейчас. То есть, это дети, мы говорим про детей, которые вот сейчас, им где-то 13 лет. То есть, когда внедрился iPad везде, куда можно было его брать аутсайд, это что повлияло очень сильно. Но это уже было в 90-х, я бы сказал. Но не в таких количествах. Поэтому очень тяжело еще знать, что получится из этих детей. Вторая теория, что это вообще другие дети и другие, что это эволюция человеческих species, человеческого рода, что они уже адаптируются в утробе матери к той среде, в которую они будут впущены. А мы вот эти атовизмы, которые пытаются затянуть детей назад к книгам и к опере, предположим. Смотрите, если вот вы со мной как-то подойдете в класс и посмотрите, о чем я говорю. Дело в том, что эти дети, им правда и правда сложно. И они сами очень сильно из-за этого страдают. Они буллит в школе. У них плохие оценки. У них проблемы с селфи-стимом. То есть мы уже и так система образования меняется под детей сегодняшних. Но все равно есть дети, которые даже вот сюда они не попадают. То есть они далеко даже от вот этого нормы, которую мы сейчас сдвинули. Почему вы, если все дети такие, почему они буллит? Смотрите, не все дети такие. Понятно, что мы говорим, ну как бы мы generalized. Да, есть дети, которые... Да. Есть этот процент детей, которые имеют сложности в школе, увеличивается и увеличивается с каждым годом. Сегодня в Торонто School Board каждый пятый ребенок, который приходит, имеет проблемы. Теперь что получается в конце концов? Что этих детей и изолируют от общества. Дети, которые не могут функционировать в классе, давайте сделаем ему ассессию. У них есть там special education. Он будет сидеть в отдельном классе, понимаете? То есть, ну многое из этого можно было избежать, если бы родители вовремя пришли за помощью и помогли бы откорректировать немножко вот эти уголки, которые бы, да, помогли бы ребенку функционировать. Согласен, но история не имеет сослагательного наклонения. Мы имеем дело, предположим, с восьмилетним, девятилетним ребенком, который уже воспитывался так с самого начала, что можно просто прийти и сказать, сегодня, Коленька, начинается твоя новая жизнь. Конечно, конечно, нельзя. Это все должно во всем, это целая система. Я поэтому сажусь с родителями, и когда я делаю первую консультацию, я провожу с родителями в районе трех часов. Мы пересматриваем полностью всю режим дня. Мы смотрим на именно персоналити родителей, на персоналити ребенка, и пытаемся найти, составить мостик какой-то между ними. Теперь, что я делаю с такими детьми? Я сажусь, и я ему объясняю. Я объясняю, как работает мозг, как образ жизни влияет на состояние нервной системы. И мы садимся вместе и думаем, давай подумать, как мы можем твои... Это во сколько, в восемь лет, в семь лет? Восемь лет, конечно, уже можно садиться и разговаривать на такие темы. Когда дети более младшие, я просто сажусь с родителями, и мы с ними пишем, ну, как режим, режим, как... То есть мы не можем забрать технологию, мы можем ее поменять на что-то другое. И на мое огромнейшее удивление, я и родители все в полном шоке. Они говорят, Вика, если я сейчас ему скажу поиграть со мной вместо айпада, ты что, он же захочет айпад. Говорю, ты увидишь, ты будешь очень удивлен. И оказывается, что дети, да, хотят быть с родителями. И мы просто составляем расписание, что раз в неделю, например, папа с ребенком проводит quality time. Они идут вместе в библиотеку, вместе читают книжки. Раз в неделю мама берет его готовить, чтобы они что-то делали вместе. Или папа берет готовить, а мама идет в библиотеку. Это в нашем мире, конечно, все можно поменять. То есть мы вставляем туда более эмоциональные, социальные элементы, которые связывают детей с родителями. И потихонечку мы просто заменяем одно на другое. То есть не жесткий подход, то есть папа, мама приходят домой и говорят, с сегодняшнего дня ты моешь посуду, убираешь, делаешь закупки и прочее. Ребенок снимает телефон и звонит в Children Aid Society и говорит, что надо мной издеваются. Все это, знаете, я всегда говорю, что учить кататься на велосипеде. Мы же все понимаем, что ребенка надо учить кататься на велосипеде. Правильно? Мы все excited, мы берем велосипед, мы говорим, давай, сегодня пойдем на велосипеде кататься. Мы это делаем в очень позитивной форме. Правильно? Но почему-то у нас это заканчивается на велосипеде. Точно так же надо обучать, как складывать посуду, как помогать маме на кухне, как разбирать шопинг, как ходить в магазин. Это все навыки, которые требуют обучения. Оно само не падает. То есть вы адвокат обучения методом Том Сойера, когда он красил забор и говорил, насколько это замечательное занятие. Теперь я, например, сына, как я учила шопинг разбирать. Во-первых, учить делать шопинг, это целая наука. У нас есть специальный лист в картинках для ребенка. Ну, это же трагедия брать ребенка в шопинг, потому что он говорит, я хочу это, нет, ты это не будешь. Скандал, истерика, мама, я хочу это, нет, ты это не будешь. Теперь что мы делаем? Пара идет из ушей, и на следующий день не надо брать ребенка. Конечно. И вот так ко мне приходит клиент и говорит, Виктория, почему-то проблемы в школе, но у нас проблем нет. Я говорю серьезно, как-то странно, потому что обычно, если в школе проблемы, есть дом, да, у нас нету проблем. Я говорю, а вот расскажите, как вы ходите в шопинг? А мы не ходим, с ним невозможно. Окей. А как вы не ходите в ресторан? В ресторан с ним? Да вы что, Виктория? Да, конечно, нету проблем, потому что мы и не даем возможности. Самоизоляция. Конечно. Теперь ходить в ресторан – целая наука. Как обучить ребенка ходить в ресторан? Правильно держать нож, правильно держать юку. А даже просто сидеть без айпада, даже просто общаться, сидеть на стуле. Дети сегодня сидеть на стуле не могут, они падают с него. Самые элементарные навыки – учить ребенка ходить в шопинг. Это целое. Я беру клиентов, и маму, папу, ребенка, и я учу их хакить и шопинг с ребенком. Мы ходим вместе, мы составляем план. Вот, к примеру, да. То есть мы с ребенком заранее составляем план. Мы идем в Долораму, мы покупаем одну игрушку тебе, одну игрушку маме. Ты понял? Теперь это одна игрушка. Если мы начинаем нервничать, плакать, мы не покупаем ни одной. Мы договорились, мы подписываем план. Он расписывается, важным видом мы заходим. Мы говорим, теперь моя игрушка, теперь для тебя игрушка. А теперь я хочу еще пять. И вот, как ни странно, когда мы делаем это моим путем, никто никакие пять не хочет. Может, вас просто дети боятся. Они не боятся, просто заранее надо все предупредить, заранее сделать план. Конечно, когда мы начинаем говорить, он хочет уже пять, а мы говорим, нет, а ты получаешь только одну. Все, он уже в состоянии стресса, не в состоянии вас воспринимать. Все, надо договариваться заранее. Теперь со своим сыном, конечно, я тренировала в конце, что мы шли, мы покупали подарок другу, но моему сыну ничего не покупали, потому что это тоже одна из навыков, которые они должны учиться. Навыки альтруизма. Да, всему надо обучать. Но, к сожалению, родители не знают, как это делать. В этом-то проблема есть, они хотят. Ну, где написано про это? То есть вы говорите, что, в принципе, нам, жившим в Советском Союзе, повезло, потому что мы жили в социуме. Мы жили в социуме, и мы жили в том, что дети, во-первых, не были где-то там на пьедестале. Нет. Мы помогали, мы были частью жизни, мы помогали на кухне, мы помогали. Мы были взрослыми уже в раннем возрасте. Да. Теперь сегодня... Инфантилизация. А сегодня... Ко мне приходят дети в 16 лет, и я говорю, а у тебя есть права? Нет. А почему нет? А мне не надо. А почему не надо? Ну, меня мамы везде возят. Зачем? Я в 16 лет, я ждала, во сне мне снилось. Только бы его получить, только бы быть... А им не нужно. Им совершенно это не нужно. Теперь приносит ли им это все счастье? Сейчас есть очень много статей по поводу университетов. Вот опять к вашему вопросу. Да. Стоят под... В какой-то статье я читал, чуть ли не 100 человек стоят в канцелинг сервисе, получить консультации, потому что у них очень сильный стресс от экзаменов. Они не в состоянии зайти в класс, потому что для них это все огромный стресс. Вот вам, пожалуйста. Ну, потому что в школах нету экзаменов практически. А теперь, опять же, мы нарисовали вот эту картину того, что в жизни все фан, и школа фан, и все будет фан, и работать тяжело вообще не надо. И вот результат этого, что они не приспособлены к жизни. И очень много из этого, опять же, в наших руках. Теперь я не говорю, что все в руках родителей. Да, мы рождаемся с определенной нервной системой. Но родители могут сделать эту нервную систему более функциональной, менее функциональной. Также, если мы сравниваем, что мы жили, как мы жили, но все остальные жили так же. Но если все дети, с которыми ваш ребенок общается, имеют одно, а вы ему не даете, то появляется бунт. Над всеми этими вопросами надо с детьми разговаривать. Во-первых, вот у нас дома такое правило. Скажем, мой сын что-то хочет. Он хочет, например, лего. Я говорю, Антоша, замечательно. Я думаю, это правильный выбор. Но давай подумаем, что мы должны сделать для того, чтобы это лего заработать. Он не получит лего просто потому, что он увидел, что у того мальчика есть лего. Он знает, что он должен для этого лего заработать. И я ему объясняю. Я говорю, смотри, если мы пойдем и сразу его купим, ты не будешь его ценить, потому что ты его не заработал. Но если ты для этого лего будешь помогать мне мыть пол, складывать посуду, если ты будешь доставать свой ланчбокс и будешь мыть его, то тогда ты будешь знать, каким тяжелым трудом ты это заработал. Но ему хочется лего сейчас. Я понимаю, я понимаю, но такого нет. Просто такого нет. Несмотря на это, я своим детям очень много делаю сюрпризов. Я, например, могу просто прийти во время школьного дня и забрать его на ланч. Или написать какую-то записочку в ланчбокс. Я тебя люблю и не могу жить без тебя. То есть детям надо вот это внимание, вот это количество этих боксов. Им совершенно не нужно. И семьи, у меня много семей, я захожу в дом, и я смотрю... Груды игрушек. Груды игрушек. Я говорю, извините, а взрослые в этом доме живут? Виктория, у нас двое маленьких детей. Какие взрослые? Им же надо место, им надо играть. Нету ни дайнинг-стола, нету ни мебели для того, что... Я говорю, а гости к вам приходят? Виктория, вы что, у нас же тут плейграунд, какие гости? Ну, они подрастут, потом начнут гости приходить. Опять же, мы дали детям не то, что им надо. Мы забрали родителей, мы забрали эту эмоциональную связь. У них нет друзей, потому что они не играют во дворах. И вместо мы дали вот эти objects. Entitlement. Мы им должны. Все им должны. Мир им должен. И они даже не готовы уже в девятом классе, когда им говорят, что, может быть, ты поработаешь за 15 долларов в час. За 15? За 15? А мой папа работает за 150. Я пойду работать за 15. Вот, то есть мы где-то перегнули палку. И я очень много работаю с русскоязычной комьюнити. И я, да, понимаю, откуда это все приходит. За счет того, что нас держали. И ничего не было. Мы решили нашим детям дать все. Но, к сожалению, должен быть во всем баланс. И ничего хорошего нету. И вот в этом также нету ничего нехорошего. Когда поздно? Никогда не поздно. То есть можно в 18 лет это менять? Никогда не поздно. Мало того, ко мне приходят родители, я говорю, вы знаете, кому надо меняться? Надо меняться вам. Они говорят, Виктория, в мои 40 лет мне меняться? Я говорю, вы будете удивлены, что даже в 40 лет можно меняться. И у меня есть совершенно потрясающая история. Семей, где родители взялись, они полностью поменяли свой образ жизни, и то, как они смотрят на детей, и то, как они воспитывают, как они с ними общаются. Меняться никогда не поздно. Сейчас есть все исследования на тему нюропластичности, вот этой гибкости нервной системы. Нервную систему можно менять от нуля и до смерти. А что делать родителям с чувством вины, когда они чувствуют, что вот они... Как тяжело отказать ребенку? Да. Во-первых, опять же, когда родители ко мне обращаются, я объясняю им, почему они не должны чувствовать это чувство вины. Они должны чувствовать чувство вины именно из-за того, что они дают ему, а не из-за того, что они у него забирают. Понимаете? Или не дают, или дают немножко позже. И у меня дети знают, я говорю, это у нас тренировка мозга. Это окей, мы будем немножко ждать. Это как мы тренируем мозг функционировать под стрессом. И родители... Смотрите, я не встречала семью. Если они уже приходят ко мне и получают мою... Я уже не встречала семью, которая бы не поменялась. Кто-то меняется, ну, как бы на 360 градусов, кто-то меняется на 180. Но все родители, когда ты им даешь эти tools, да, инструменты, для них открывается совершенно другая реальность. Они говорят, Вика, если бы мы все это знали в возрасте, когда он родился, многое могло бы быть в нашей жизни подругой. Все, в принципе, все obvious, как говорится. Это все common sense. Да. И это почему я так и удивилась. Статья, которую я написала, если вы ее почитаете, оно все common sense. Но мы просто настолько далеко ушли от этого common sense, что когда люди это видят, это вау. Открываются глаза снова. Открываются глаза. Поэтому... И у меня родители приходят, они рыдают. Я работаю и с психологами, и невропатологами. Самые образованные люди, которые... Ну, даже им тяжело. Теперь даже мне тяжело, несмотря на все годы моего экспириенса. Я тоже иногда обращаюсь к специалистам по поводу своих собственных детей. Ага. Ага, видите? Потому что всегда объективные глаза. Мы как родители... Субъективные. Мы субъективные. И я просто даже... Просто отведу своего ребенка к специалисту, например, или сама подойду проконсультироваться. Просто быть уверенной, что я в правильном направлении. Теперь что можно просить у родителей, которые не имеют вообще никакого образования в этой области? Право. С другой стороны, что такое родители тоже не одно и то же. Есть разные темпераменты. Например, у матери, у ребенка, у отца, например. Отец либо более мягкий, а мать более строгая. Или наоборот. То есть очень тяжело вот эти две шестеренки вставить... И это моя работа. Я когда прихожу, я говорю, так, папа, слушай меня внимательно. Ты работаешь над тем, чтобы твой тон голоса немножко поменять. Потому что когда ты подходишь к ребенку и говоришь, так, идем спать, ты его вводишь в стресс. И шансов того, что он пойдет спать, когда ты так говоришь, нету никаких. А маме я говорю, смотри, ты немножко чересчур мягкая. Может быть, немножко поставь больше рамок. И я обучаю родителей, как... То есть как только мы входим в тупик, да, вот мы говорим ребенку что-то, и он не делает. Я всегда родителям говорю, сразу спроси себя, что я сделал не так? Что я сказала и преподнес информацию не так, что я не помог своему ребенку выполнить мои инструкции? И я обучаю родителей, как вот это уложиться спать, как можно из этого сделать целый праздник, а не наказание. Очень часто, иди одеваться, я тебе сказал, иди одеваться. Дети начинают ненавидеть это одевание. Да, и как шнурки завязывают. О, еще шнурки, все уже завязывают шнурки, а ты до сих пор у меня шнурки не завязываешь. А иногда надо просто купить эти кроссовки на липучках и закончить с этими шнурками. То есть это очень важно смотреть на все. Ну вот неужели вот кроссовки на липучках вот сейчас совершенно опровергают то, что вы говорили до этого? Наоборот, это надо научиться завязывать. Но нам надо дойти до этого. Понимаете, то есть если у нас мышца функционально... Вот представьте, как мы поднимаем груз. Если наша мышца может поднять только 10 паундов, а для этого ребенка завязать эти шнурки – это 300 паундов, так на сегодняшний момент я родителям посоветую, знаете, как говорится на английском, choose your battles. Выбирай свои битвы. Правильно. Начни хотя бы с того, чтобы он тебя самостоятельно кушал, самостоятельно одевался, штаны пусть одевает сам, а к шнуркам мы дойдем, но мы дойдем в более позднем времени, когда он уже будет готов для этого. То есть это, в принципе, компромиссы? Конечно. Конечно. Это компромиссы, и это, опять же, понимать развитие ребенка, и где он сейчас, и куда мы хотим с ним прийти. Потому что дети управляют нами, в принципе. Конечно. То есть они знают, например, что папа может, что мама, кому как подойти. Это почему я, когда делаю консультации, я всегда прошу, чтобы были, присутствовали мама, папа, бабушка, дедушка, все те, кто участвуют в процессах развития детей, они должны присутствовать, чтобы все были, ну, как говорится, на одном уровне. И обязательно, как бы, что помогает родителям, это расписание. У ребенка должно быть расписание. В какое время он приходит со школы, и что он делает потом, когда он делает уроки, когда он идет играться, когда он ложится спать. Тогда, как бы, получается, что у всех есть от ребенка одни и те же самые ожидания. А не так, сегодня папа пришел после школы, после работы уставший, он хочет уловы уложить всем, а завтра мама пришла и хочет поиграться, укладывает в 10. Ну, они что, они же прекрасно понимают, что как это, если каждый день у меня тут по-разному все, так давай сегодня будет по моему расписанию, как я хочу, а я вообще не хочу ложиться спать. Совершенно верно. Да, поэтому все начинается с родителей, и даже дети, у которых есть серьезнейшие проблемы, даже им можно помочь. И родители, конечно, когда они видят эффект, эффективность этого всего, конечно, любой родитель хочет счастья детям. Вот о более серьезных проблемах мы поговорим в нашей следующей передаче. С нами была специалист по детскому и родительскому воспитанию, Occupational Therapist Виктория Прудой. Спасибо. Это была передача «Будьте здоровы». И я, плохо воспитанный ведущий, доктор Владимир Левитин. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok